Сильная группа, которая единомышленная, как будем говорить. И вот я вам сейчас дам несколько слайдов от человека, который я бы вам рекомендовала вообще на будущее, в плане профессионализации, когда вы будете дальше расти, вам придется, хотите вы или нет, вы вчера об этом говорили, экспертиза. А вот как проводить экспертизу, как проводить оценки того или иного документа, как разобраться в процессе, допустим, так. Знаете, вот нужны навыки. Вот ни разу не попробовав, никогда не поймешь. Есть документ, иногда короткий документ, 3-4 там было ключевых месседжа, послания, и оно становится руководством для действия огромного количества стран, чтобы приняли это. Вот вы сказали там, вы разработали центрально-азиатские инициативы, но она стала руководством для того, чтобы заявить, и вот какие-то вы где-то не поставили, куда двигаться пойдете, все. И может быть даже это хорошо, потому что на первом этапе, если бы вы себе расписали плотное что-то, завтра бы курс вас требовал, вы же говорили, как-то, что делать. Когда это инициатива, и просто векторы показывают, вы можете в ней отчитываться и двигаться ровно столько, сколько движетесь. Потому что есть деньги, двигайтесь быстро. Нет денег, все равно делайте, но делайте это медленнее. И это ваше право показывать и демонстрировать, что вы в этом направлении двигаетесь. А дальше уже отчитываетесь конкретными проектами, вы отчитываетесь конкретными акциями, действиями своими, которые были под силу вам, молодежки, выполнить, с теми ресурсами, которые есть. Это же добровольное. Это же никто вас там, вам за это зарплаты не платит, никто вас за это вам медали не раздает. По большому счету, вы те, кто добровольно решили сделать что-то вместе. Потому что вы лидер, у вас внутренний очень сильный потенциал, ее самореализация. Поэтому люди объединяются в сети. Чаще всего сети это те, кто единомышленники. Кто разделяет мысль. Мысль о том, допустим, что молодежь работает в области защиты окружающей среды и может выполнить свою миссию достойно не на уровне одного человека, а вместе. Вот если у вас хотя бы одна какая-то такая фундаментальная идея есть, мы вместе хотим, мы беспокоимся о том, что происходит на планете, мы знаем, что происходит, какие изменения, и как идет деградация окружающей среды. И мы, молодежь, которые хотят жить в благоприятной среде и растить своих детей в нормальной среде, мы беспокоимся о планете, мы объединяемся, и мы будем это делать вместе. Как я и сказала, с деньгами хорошо, без денег, медленно, но все равно делать, потому что вы не из-за денег уже здесь работаете. Вот и все. И объединяясь они, вот сети имеют разный статус. Есть формальная, а есть неформальная объединение. Вот когда неформальная, как вы это понимаете? Ну просто неорганизация или что-то происходит в этом мероприятии. Нет, я про сеть говорю. Вот что такое сеть, когда люди в сеть объединяются? Есть формальные сети, есть неформальные сети. Ну то есть сети же на самом деле существуют различные классификации, да, скажем, та же, скажем, религиозная какая-то организация, по сути это та же самая сеть, но она как бы не скреплена каким-то определенным документом, да. Группа людей по интересам это та же сеть, да, просто вы там пошли в горы с какими-то людьми, продолжаете это делать в течение какого-то определенного времени, да. Это тоже неформальная сеть по сути. Ну вот как бы, ну это то, что... Вот, посмотри, что ты говоришь об этом, что все у нас, ребята, получается. Когда вы в одном городе живете, там, даже на уровне одного университета, мы вчера говорили об истории молодежного движения вообще, и мы говорили о роли дружины охраны природы. ДОПовцы, именно ДОПовцы, вообще начали зеленое движение, я считаю, в СНГ у нас. Молодежь именно, просто они уже потом выросли, гордились, когда мы ушли в пенсию, они... Вот. Мы еще говорим, нам пора на пенсию уже, все. Ну вот, как говорит наш Несук Ковалов, за дедовщину в НПО, прикол какой, дедовщина не в смысле там плохого, а в том, чтобы многие стали бабушки и уже дедушки, а начинали мы молодежью, представляете? Вот столько лет с другом знаем, говорят, за дедовщину их охочет. Но вот даже не заметили, как и время полетело. Я хотела сказать, что, когда вы несколько ребят в городе или в группе там находите, вы сразу раз объединились и как НПО работаете, да? Вот у тебя вообще, они даже не зарегистрированы как организация, но они все вокруг вас, там, сотни ребят, молодых, и они хотят вместе быть. Все. Это городская организация. Или там республиканская станет, да? Потому что чем дальше расстояние, география, ну, расстояние огромное, да, друг друга достать не могут, вы же не можете, получается, вот тогда помогают нам вот эти технические коммуникации. Сокращает расстояние, вы становитесь как будто бы вот все рядом живете. Только потому что каждый день говорите друг другу. Может быть, вы даже с родственниками столько не говорите, сколько вы в интернете друг с другом общаетесь. Да, вот так вот. А, причем в других странах живете. Потому что, слава Богу, интернет нам сделал совсем маленьким расстояние друг к другу. Мало того, он сделал это дешевым. Если раньше за переговоры платить надо было бешеные деньги, сейчас можно на скайпе общаться, говорить, сидеть, чататься, и чувствовать себя очень близко и хорошо, комфортно, даже с другим на другом языке разговаривая, да? А вот, потому что с вами еще туда американцы, там, Махеш может насчет говорить, Григорий, он сидит в Таиланде вообще, да? Вот так я и работаю. Вот это и есть ваша сеть. А главное, чтобы она была общая идея, общая какая-то, знаете, вот, ну, искорка, которая вас держит вместе. Пусть будет эта защита от окружающей среды. Это же очень благородно. Почему нет? Ваше дело сделать ее формально, и не будет. Часто некоторые сети делают себя формально. Например, смотрите, кто-то там, Мэри Кейт, дистрибьюторская сеть, начинает бизнес делать. У них и деньги, да? У них есть головной офис, там, у них есть счет в компании, там, они деньги зарабатывают. Некоторые создают формальные сети, регистрируя ее юридически, а для того, чтобы потом работать официально со статусом, и у них имеется свой счет. И, конечно, там есть свой офис, головной какой-нибудь, который их всех обслуживает членам сети, чтобы быстрее это все происходило. Им, они находят деньги на это, или их содержат, да? И они начинают потом писать огромные проекты, получать финансирование на какой-нибудь один счет. РЭЦ, допустим. Ну, можно ли сетью назвать? РЭЦ. Трудно, они же себя не назвали сетью, мы не можем назвать. Это центры, или резистома страны. Уобще с них скатываться в главу. Да. Ну, задача, наверное, не делась. Знаешь еще, в чем проблема? Давайте РЭЦ не будем обсуждать, потому что, смотри, сеть это добровольно, да? Мы взяли, объединились и вот начали друг с другом просто общаться. А потом начали вместе дело делать какое-то. Или вам помогли встретиться, подружиться, помогли вам, дают деньги на встречи, чтобы ваша сеть стала все честнее и ближе, и, может, любимее, да? РЭЦ там их пять министров создали. Им нужно было, они говорят, создаем, и в ракомиссии говорят, может, день есть, давайте открывать офисы. И пять министров сделали, учредили ее. И сделали его организацией, как присутствующий центр в Центральной Азии. Все. И он обязан был выполнять свою миссию. Это другой совершенно. Сеть это когда вот мы, да, вот сами. И вот смотрите. В ЛИФ формально, WCF. Да, WCF, сеть. Они, при этом у них два офиса, Германия, Нидерланды, да, там плюс еще в каждой стране. И мы все с ними работаем, хорошо их знаем. Неформально, это вот то, что сейчас у вас. Вы же юридического статуса себе не пишете, да. Какой-то формализации, такое серьезное дело. В юридических пяти странах вам не надо регистрироваться, да. То есть это ваше дело, может быть, через несколько лет вы это и сделаете. Если в этом будет необходимо. Наша сеть, экологический форум Казахстана, она неформальная, хотя все, никто не сомневается, что она не существует. Когда мы говорим, кто такие как форум, мы говорим, 80 организаций, как минимум, работающие на всей территории Казахстана. За каждой организацией стоит еще, вот, в одной организации 80 человек, в другой 100, в третьих 3 человека. То есть это НПО, да. И вот, когда нам говорят, мы объединили сетью, и у нас есть формально, есть все. То есть у нас есть положение, регламент, этический кодекс, процедуры, правила, все разработано, больше в 10 лет существует. Но у нас нет юридического статуса. Мы долго спорили, нужен он или нет. Я была одна из тех, кто очень сильно спорила, что не нужен нам юридический статус. Потому что сеть, это уникальная структура, она должна быть всегда свободная. Кто хочет, войдет, кто хочет, оттуда выйдет, извините, да. И пока хотя бы 3 организации, или 2, в этой сети подают признаки жизни, сеть существует. Вот там есть такой феномен, который называется звездочка, да. К примеру, 2-3 организации объединяются, начинаешь что-то делать, сеть общается, уже сеть. И всегда центром звездочки станет тот, кто начал беседу. Да? То есть, в сети так, есть одна тема, вторая, третья тема. Могут не обязательно всем там 100 организаций между собой говорить, но те, которые близкие по теме, они лидируют и реинициируют какие-то вещи. И получается, одновременно 3-4-5 лидеров может вести разные 3-4-5 тем. Но одна и та же организация может сразу в 3-х участвовать, может не в одной, а может в свое начать. В этом кайф сети. В ней нет такой жесткой структуры, которая заставляет фундаментально сверху вниз давить. То есть, внутри сети, вот в этом кайфе. И вот я сейчас вам хотела сказать, Кузьмин, потом я вам дам его электронный адрес, если вы слышали, я являюсь членом профессиональной сети, оценщиков. Оценщики, это как профессия, мы ее становление делом, это эксперты, работающие в области оценки. И проведение оценки госпрограмм, оценка программ ЮНЭП, к примеру, вот сейчас я буду проводить оценку глобальной лесной коалиции. То есть, мы профессионально проводим оценки, это как наука, и готовим вот эти вот, иногда же вам приезжают такие эволюэторы, оценщики, там была межрога программа, приехал оценщик какой-то иностранец, с нами поговорил, на интервью уехал, а он потом пишет оценку об эффективности вложения денег в этой стране, к примеру. Ну вот это вот, и у нас там сеть, но она профессиональная. Это как раньше было, помните, профессиональная сеть стоматологов, не знаю, общество охраны природы у нас было тоже, ну это вот как общество, то есть, членство там было. Здесь у нас свое. Вот ваше дело формальное или неформальное, вот в этом плане вам никто не указ. Придет время, может быть, вы ставите такая крутая сеть, как BISF, на BISF, и вам нужен будет счет, головной офис, и вы начнете. Я знаю очень много женских сетей в Америке, в Европе женские сети. Они работают, эти сети, их ресурсные центры берут деньги. То есть, все, кто хотят стать членом этой сети, они платят туда взносы, и на эти взносы те прозрачно тратят деньги его на то, чтобы усилить саму эту сеть. Они проводят семинары, тренинги там, фандрейзинговые компании. При этом, вот этот головной офис, они работают, как нанятые этой сети, чтобы они сами усилили потенциал этой сети. Когда я узнала, сколько стоит стать членом этой сети, ну вот, это было 3000 долларов для европейских организаций, и для стран СНГ 300 долларов, к примеру. А что дает? Да ничего, потому что ты даже если приезжаешь к ним на конференцию, за свой счет, едешь, этот взнос позволяет тебе всегда, в любое время приезжать, общаться, участвовать на всех мероприятиях, получать все материалы, все литературы и прочее, когда уже приезжаешь. Но дальше, то есть это даже не гарантирует вам бесплатное получение учения. Все по-разному. Но вот так им было удобно. Теперь смотрите, иногда все думают, вот войду в эту сеть, буду там, и будет это, я пойду и там с ними проект сделаю, и потом до свидания. Такие тоже есть, да? А либо они говорят, деньги решают все. Вот знаете, вот я сейчас буду в этой сети, там будут хорошие деньги, там проекты, и вот я там буду зарабатывать. Тоже у людей, мотивация, вы видите, вчера профессор говорил, в чем мотивация, зачем он в сеть входит. Одни говорят, я волк в овечьей шкуре, ну вот приду, в этой сеть лидером стану, всем докажу, потом пойду вверх по карьере, там у него свой интерес, а вступлю и стану больше зарабатывать. Ну это у нас, профессиональные сети, все думают, мы войдем в сеть оценщиков, и после этого у меня посыпятся заказы на оценку, я буду на этом неплохо зарабатывать. И это заблуждение, потому что ни одного, ни второго, ни третьего в нормальной сети не произойдет. Другая мотивация, другая потребность. Если я хочу быть профессиональной сети оценщиков, я должна обязательно ездить на эти конференции, быть членами сети, потому что там мы с друг с другом спорим, например, методологию оценки. Кто сказал, что это, как брать интервью правильно, как провести соцопросы, как проводить правильные исследования, какую методику можно брать, как делать глобальные оценки проектов, как делать оценку маленького проекта. А проекты разные, в экологии оценка, в женской программе, гендерной, это все, оценщик должен знать все, он должен уметь работать. Оценка есть оценка. Другое дело тематика, и он должен понимать, как команду собирать. Куча вопросов. И если я не буду внутри этой сети на конференциях на этом представлять свои материалы, на работе обсуждать, писать свои статьи, я не вырасту профессионально. То есть физики хотят общаться с физиками. Экологи хотят общаться с экологами, но же вы не будете один сам по себе эколог, но сколько знает, так не знает, сидит в кабинете, да? А вам же вместе хочется быть. Вот это совершенно другая мотивация. Теперь смотрите, что такое сеть. А вы себя просто к ней идентифицируете. Вот тут написано так, это Джессика Ривна говорила, что сеть – это совокупность свободных, самодостаточных, независимых участников, объединенных общими ценностями и интересами. Что из этого реально есть в вашей сети? Давайте посмотрим. Вы свободны? Да. Вы самодостаточны, каждый ваша организация? Не умрете без этой сети, без бессов. Сам по себе все равно работает? Работает. Вы независимые, на вас, вы никому никто не подчинен, там, кроме как этических и моральных вещей, обязательств, вот такого, чтобы вы там заставили вас делать хочешь, ты не хочешь. И там, я тебе говорил, делай так, ты почему не... Ну, вопросы, конечно, и цели уже там. Ну, да, то есть это как бы твое добровольное участие, ты же не обязаловка, понимаете? И у вас есть общая ценность, общий интерес. Вот если у вас общие ценности есть, вы их проговариваете, прописываете в этическом кодексе. И если у вас есть общий интерес, а интерес делать что-то вместе в сети, или понимать, хотя бы некоторые вообще могут не вместе, хотя бы сопричастность. Вот ты говорил про охоту, да? Кто-то сопричастливал, он прямо брал и это делал, а кто-то радовался результатом, потому что не умеет сфотографировать, он говорит, ух, как, а я зато все погляжу и расскажу, что мы сделали в нашей сети. Потому что он просто транслирует и рассказывает об этом другим, он тоже вносит вклад, потому что как бы продвигает, он же сам он не умеет это делать, но зато он увидел, что это здорово получилось. Поэтому, знаете, вот это как простой пример, но у нас это очень ценно, потому что, когда мы в экофоруме работаем, нам говорят, что мне дал экофорум? Он не может дать ничего свободным, независимым, самодостаточным организациям. Вот эти свободные и самодостаточные организации объединяются, чтобы вместе реализовать собственные интересы, собственные ценности. Вот и все. Все наоборот. Экспериментация, то есть состоит из автономности в метрах, которые организационно самодостаточны. Вот у нас, давайте посмотрим, МЭС, ЦАИ, Центрально-Азиатская. Из каких она сегментов состоит? Чей. Из пяти национальных сегментов. Каждый национальный сегмент, из каких состоит сегментов? Ну, там разница. Да, да. Но они все достаточно самостоятельные, правильно? Значит, у вас нет такого, чтобы маленькая какая-то организация, работающая на уровне города, области или там на местном уровне, объединяясь в национальную, стала бы зависимой от нее. Это же не обязаловка и не душиловка, да? Давай, вы говорите, мы учим, предлагаем, привлекаем, вы рассказывали, как детям это было интересно, они все к вам идут, ходят с вами быть. А вы стали частью большого сегмента пяти стран, и вы носители уже, вы знаете, вы высвечиваете, что в вашей стране это общая гопинка на Центральной Азии. И когда это вы высвечиваете все на уровне Центральной Азии, у нас в странах так, а еще мы пять сегментов в одно целое, это совершенно третий уровень, более высокий уровень качества. А когда это вы высвечиваете, еще едете на глобальные молодежные тусовки, где там тоже все рассказывают, а у вас как, а у вас как, да спрашивают, а у нас Центральная Азия, и вы понимаете, что от глобального процесса до маленькой организации вашего махаля там или вашего милоэта там находится все. И вот знаете, одна из проблем всегда будет в вашей сети, как вот эти вот маленькие организации могут себя чувствовать частью большого, вот этого высокого сегмента. Вот ваша сеть, она, ваш веб-сайт станет как раз тем, что каждая из этих маленьких организаций будет туда заходить, смотреть, общаться, вы будете через своих национальных кардинаров обогащать это все. И любой из них может вступать, и он будет чувствовать частью всего большого, потому что у вас карта, у вас там мероприятия, у вас там поездки, международный процесс, вы будете говорить, где можно учиться, ездить в ТУЗу там, ездить по миру, учиться. И это все станет доступно даже простой организации, которые в вашей стране на местном уровне работают. Если она сама будет всегда чувствовать себя, что это ее. Почему мне нравилось вчера вы говорите, это будет неинтересно молодежи, ну что на такой сухой сайт, видите, не живой, да? Но зато у вас не будет вот головной боли, они будут говорить, а что мне дает ваша месс? Зачем мне в ней быть? Потребительское отношение вот это вот, дай. Ну что, Рустам, ты там работаешь, берешь, говоришь, а что тебе с этого, ты что там денег там много зарабатываешь или хочешь в проекте? Да нет. Дело в том, что, а вы самодостаточны, вы и без этого не пропадете, каждый сам по себе живет и работает. Но это совсем другое. И вторая сеть это децентрализация. Вот в сети это децентрализация. Если нет децентрализации, это вертикальная структура и это уже может быть ассоциация. Да? Потому что в ассоциации или в коалиции или в ассоциации там совершенно другая. А что такое, чем отличается от сетей и коалиции ассоциация? Как вы думаете? Очень формально. Формально. И другая децентрализация. Цели какие? Ассоциации. Коалиция, преодоление каких-то вот ну, объединение для осуществления какой-либо цели. А для осуществления например собственных интересов у вас? Почему бы нет? Да, вот например у нас была страшная история там Шан-Ирак, да? А в Завстане происходили события, когда людей земли лишали. И они начали биться за свои права и там были и конфликты и смертельные случаи и все. И тогда они объединились в движении Шан-Ирак и стали просто отстаивать свои права. Либо они временные, потому что когда они отвоюют свои права, они могут разойтись. Да, или например вот у нас сейчас Коалиция по прозрачности нефтяных доходов в Завстане есть. А у них цель, чтобы деятельность нефтяных компаний, особенно куда они тратят деньги, да, была прозрачна. Вот когда они этого добьются, механизмы отработают, они могут сказать, мы выполнили свою миссию, мы займемся другим делом. Коалиция выполнил свои задачи. Ассоциация чем отличается от сетей? Ассоциация предпринимателей. Хороший пример. Или ассоциация природопользователей. Кто туда войдет в эту ассоциацию? Уже в зависимости от тематики ассоциации. Вот если это природопользователи, войдут туда кто? Крупные природопользователи. Они зачем объединятся? Защита своих интересов. Интересов собственно природопользователей. Потому что они живут в Казахстане, все эти компании, бизнес, предприятия, у них интерес зарабатывать деньги и им нужно нормальное законодательство, им нужно нормальная политика государства, чтобы они развивали свой бизнес. Правильно? И они будут лоббировать законы, которые им позволяют расширять свой бизнес и зарабатывать больше денег. Но статус ассоциации будет не коммерческая организация по закону. Они объединили и стали НКОшками. Наша НКОшка будет сейчас добиваться своих прав. И такое же имеет право. А мы ассоциации, допустим, когда там экологов будут, казахстан, экспертов, экологов, они будут биться против этой ассоциации, потому что когда они расширяют свое поле, налоговое и так далее, или там выбросы, сбросы, отходы, чтобы, например, отходы назвать сырьем. Одно слово в законе, и они уже могут складировать и не платить за это, к примеру, да? А экологи против, потому что они говорят, да вы че, с ума сошли, они же не собираются эти отходы не перерабатывать, они как загрязняют, так и загрязняют, и за это не платят, и ничего с ними не делают. Они говорят, серьезно, сколько я хочу, столько на складе держу. Одно слово в законе меняет вообще миллиарды денег, которые будут природопользователи сохранять для себя. Вообще не заботясь в окружающей среде. И получается, что НПО с НПО рознь, да? Мы тоже должны понимать. И они будут лоббировать интересы собственной ассоциации. Они наймут, у них будет у ассоциации будет директор, у них будут свои специалисты, у них будут свои юристы, у них будут свои эксперты, они будут им платить, чтобы те лоббировали все, что им нужно, потому что они деньги туда вкладывают. Но они будут может и социальные проекты делать, чтобы прилично выглядеть в обществе. И тогда они начнут с вами сотрудничать, к примеру, и договариваться. Давайте мы с вами проведем молодежный лагерь для детей или для молодежи, сделаем там на пароходе, на каске какой-нибудь экологический лагерь для того, чтобы тоже выглядеть прилично и как НПО сотрудничать. Вы их в этом случае будете видеть. А завтра, потому что, когда вы выступать против них, начнете, они скажут, ничего себе, мы их когда кормили-поили, выгуливали на пароходе, а в итоге они против нас выступают, дружбы не будут. То есть, знаете, ассоциация, она, как правило, интересы собственной ассоциации защищает. Ассоциация стоматологов, ассоциация гинекологов, к примеру, и также природопользователей. Ассоциация экологического будет защищать интересы собственных экологов. Но вы сеть, защищающая окружающую среду. Вы просто разделяете ценности. Если вы хотите друг друга защищать и свои интересы пробивать, вы будете как бы профессионалы-экологи, пробивающие свою профессиональную сферу. Это может быть совершенно другого. Есть разница, да? И третье. Общие ценности, объединяющие идеи. То есть, если у вас нет идеологических уз, вот таких узиков, на которых вы вместе сказали, вот так, это мы. Если это не происходит, значит, я не там, не там, не там, нельзя идти в чужой огород со своим уставом, да? То есть, вы придите, у вас есть в МЭС свой устав, у вас есть свои ценности, вы их провозгласили. У вас там, если ты активный, если ты молодой, если тебе не безразлично, да? Если ты хочешь что-то сделать, чтобы защищать окружающуюся, любую активную в этом участвовать, ты наш, приходи. А если тебе без разницы, и вообще ты наоборот, там, делаешь все, не то, что, не разделяете ценности, ну, зачем войти в МЭС? Ну, идти в другие сети, их много, да? В горизонтальной связи, мобильное ведерство, у вас какие связи? Сейчас они появились горизонтальные. Конечно, все равно кто-то отводят роль начинает, а это как звездочки, понимаете, я говорил, один начинает и к нему подтягивается, да, вот, и потом они вместе делают, делают, потом раз, появилась новая точка, опять пошло, третья точка, опять пошло, все внутри сети, у вас жизнь кипит, да? Иногда можно затухать, тихо, отдыхаясь, зайцы, что-нибудь другое заниматься, но опять возникает, но они не потеряются. Лидерство, смотрите, мобильное лидерство. Я вам говорила о ротации, это очень здоровая и хорошая вещь, я когда просила Совет Коинзоны все-таки принять мои условия и сделать ротацию председательствами в ЭК-форуме, речь шла о мобильном лидерстве, то, что я хотела, чтобы в нашей сети существовало, потому что, конечно, часто на каком-то этапе нужен лидер, сильный, который начнет сдвигать, но потом нужно всегда передавать это лидерство, потому что чем больше у вас лидеров, да, и оно передается из стафеда, есть один лидер, который ведет, 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 лет 10, но на свет за берегом ведет, да, потом, когда люди приведут, и при нем, когда он уходит, к примеру, начинается полный разброд, шатание, не знаешь как, когда передаете лидерство, сегодня, вот ротация, да, вот когда вы даже секретаря говорите, надо ротацию вести, это тоже лидерство, потому что нелегко вести мукуровский процесс, там министры, очень задятые люди, как говорит Рустам, у них нет времени слушать, или там, минуты времени на что-то, что не заслуживает их внимания, поэтому, если мы хотим, чтобы нас слушали, там нужно, чтобы секретаря хорошо работал, почему мы, если, вот министры, как сказать, каждая страна по очереди председательствует, мкури, и секретаря туда переезжает, чтобы одна страна отработала, свое внесла, сейчас Узбекистан внесет свое, завтра будет Туркменистан, и так по очереди, и сразу же НПО туда переезжает, мы решили тоже так, общественный совет, потому что иначе по-другому не получится. А знаете, вот сейчас побывал, ветошли, поработал, видел, да, как это сложно, завтра его опыт остался, но зато передается, да, уникальный опыт передается сейчас, и это же самое придется делать, вот, в Узбекистане и, думаю, Рустам в этом смысле будет носить, уже выполняет эту миссию, может, не формально, но хочет, не хочет, потому что все равно ложится на плечи того, кто это умеет, кто знает, потому что он лидирует в этом отношении, будет у него два года он будет добросовестный, если даже не будет официально, ну, все равно вы будете, говорит, Рустам, а что там у вас, если не будет хороших контактов, и советоваться будете с ним, потому что вы его видели, вы его знаете, и он точно даже вас знает. Завтра придется в Казахстан, потому что делал Терешкевич, это делал Терешкевич, это не сделал никто, да, начинал, национальные форумы проводили, региональный форум, начинались рассылки, начинались молодежные инициативы, молодежный суд, я знаю, у вас это было тоже в движении, хотели делать, то есть были первые попытки, хорошо, это тоже история, дальше движемся, да, и там будет каждый раз, каждые два года все меняться, и будет лучше. Без этого конец, если это организация того лидера, но считать это мертвое, не, бесперспективное, потому что, вот для конкурса казахстана, я все время друг, потому что лучше свое, жизненный опыт, нежели ссылаться на что-то, он существовал в конце, вот, 90-х, создался, и до сих пор, да, уже 25 лет мы существуем, разные времена были, были, когда мы начинали мощно, лидеры, я там стояла, и столько, потом были времена, когда я отошла, другие вели, потому что они считали, они правильно делают, и нормально, они дальше вели, наступило время, опять пришлось брать это все, и мы опять, но сам по себе экофорум, независимо от того, есть ли там Кайша, или есть ли там, не знаю, Саша Поляков, или там Света Могилю, он будет существовать. Мы приходим и уходим, а вот эта сущность, помните, то, что говорит сущность, она остается, потому что это нечто, это идеи людей, это даже не ваше, мысль это не ваше, это, ну, Богом данная, ну, такая вот структура, которая пришла на землю, и, наверное, она просто как позволяет людям там быть, потому что имеет смысл в нем, если в нем нет смысла, не будет он существовать, он существует, пока хотя бы три человека видят в этом смысл, и начинает видеться, и я ей говорю, не бойтесь, большие или маленькие дела, не важно, лидеры делают все, не будет вас, другие, но, не будет вас, будет пустота, этого человека там будет не хватать, поэтому берегите друг друга, и все, вот, вот это вот общие ценности, объединяющие, по сети можно многие вещи делать, вы знаете, вы все участвовали, когда мы затопу защищали, кто сделал это, ведь по всему миру пошли акции, все вместе с подписи делали, все акции славят, пока Андрея не освободили, никто не мог успокоиться, спать свободно, а как это можно было так волновать, и будоражить огромную территорию, из одного человека, с города Дашхоуз, да, с небольшого города Дашхоуз, и вот там должно быть у вас, не дай бог что-то, да, не дай бог, ну, понадобится что-то, но почему бы всем, мне, знаете, мне подруга сказала, она в Брянске живет, в радиоакинзоне, Люда Жилина, вы, наверное, знаете, у нее была беда, она, оказывается, в один момент попала, просто, в катастрофу автомобильную, и, думали, она, ну, в коме лежала, и когда ей партнеры пишут, Билл Пайпер, все, ну, ты где, почему ты там не отвечаешь, а ей ребята, ну, принесли, она там начинает, вот, все работать, в постели, что вот я заболела, извини, вот я вылезу с больницы, я обязательно вам вышлю материалы, и она говорит, представляешь, что произошло, она говорит, я не знала, к ней пошли деньги, ей слали 50 долларов, 10 долларов, 100, 200, 300, все партнеры друг другу сообщили, американцы, европейцы, все, что с ней беда, все знали, что она, ну, уточнили, что произошло, и просто в этом мне слали деньги парню, которые, а ей нужна была операция, и все, приводить ее в порядок, я даже, мне, говорит, даже я не знала, что у меня столько друзей, я даже не знала, я даже не знала, что такое может существовать, никогда вы не чувствуете себя одинокими, ну, а в радости тем более, кто-нибудь изложенец, будьте, там, посетите, почему нет, это вот еще и защита, и поддержка друг друга, конечно, и разделение, да, вот счастье, или там, счастье друг друга, смотрите, давайте посмотрим, как анализировать, уже эффективность детей, вы можете анализировать сети на уровне организации, потому что все равно сеть, это организация, мысль, это организация, которая объединяет, тра-та-та-та-та, имеет неформальное, нет, я не думала, вы будете анализировать ее через вашу историю, то, что мы вчера сделали, мы ее анализируем на уровне истории, мы анализируем ее на уровне организации, а внутри, что у нас есть, в организации есть документы, есть структура, есть взаимосвязи, и вы анализируете, вот, что работает, что нет, как бы диагностируете и начинаете их исправлять, да, а вы смотрите, у вас есть доктрина, экологическая доктрина, именно, и вы анализируете, насколько все это постоянно, будем говорить, и эффективно, если доктрина неэффективна, если ваша история, абсолютно неинтересная, неэффективная, анализ показывает, что она, как бы, надо менять, делать красивую, хорошую историю, да, вы знаете, у вас будет скоро история успеха, любят же это все, да, такое говорить, история успеха, у вас должно быть история успеха, и как организация, вы должны быть эффективны, мобильная, с горизонтальным лидерством, эффективная, у вас должно быть экологическая доктрина, мощная, ну, то есть базис, то, что вы сказали, озвучить ее надо, прописать, у вас должны быть технологии, опять, не только вот интернет технологии, но у вас технологии коммуникации должны быть, а и принятие решений, если у вас нет технологии принятия решения, это будет тоже полный разгроб, внутри организация у вас будет, потом у вас должны быть вот эти социальные технологии, экологические технологии, то есть я не говорю о чистом производстве, и так далее, но технологии, допустим, проведения акций, Технологии сбора подписей, технологии там одновременного какого-то там, или там реализации идей, как вы это делаете. У вас собственные технологии, потому что до вас никто не работал в Центральной Азии, молодежь. Вот так. Все, чтобы нарабатывать, все ноу-хау. Что-то пробовали, раз не получилось, все, ребят, технологии не срабатывают, мы не так делаем, нам нужно разрабатывать другие алгоритмы. И вы будете те, кто разрабатывает эти ноу-хау. У вас должны быть социальные связи. То, о чем сегодня, вот даже с утра начал говорить Рустам, у нас неважно идут связи с ЮНЕ, у нас, в МКУР это тоже наши связи, правильно? Общественный совет, он за свою, пока я рассказывал программу, три важные вещи проговорил. Это опять социальные связи. И социальные связи, знаете, с теми вот организациям, которые на местах, как вы говорите, даже детские, молодежные организации, работающиеся, это ваши социальные связи. Если у вас нет социальной поддержки, вы будете чувствовать пропасть между вами и молодежью вообще на местах. И эта пропасть, она, вот вы сейчас решаете, за счет веб-сайта, вот как бы пытаетесь это убрать, удалить от ее. То есть ваши социальные связи, технологии должны быть очень увязаны между собой, да? Ну вот, попробуйте и все время анализируйте вот так. Вот в следующий раз, когда будете делать анализ своей деятельности, вы будете анализировать, как обстоят дела внутри организации, какова ее история, смотрите историю успеха, историю неудачи, как это, мы их назвали, вызовы, да, перед чем стоит. Вы смотрите еще раз ваши доктрины, то есть базисные вещи, то, на чем вы, на чем вы, ваши ценности, узы вот эти, которые вас связывают, объединяют, и смотрите позиции, проговариваете словами, прописываете это все, и на сайте выдерживаете. Смотрите, какими технологиями вы пользуетесь, чтобы работать от маленькой организации до Центральной Азии, а потом ваша Центральная Азия является маленькой частью Азерско-Тихотянского региона, станет там сверкать, как звездочка, как бриллиант. Каким образом? Не в один день. Вы должны четко знать, как вы эту историю делаете. Вот, ну и, конечно, вот это будет связано с технологиями, социальными исследованиями. Если вы эти все, вот, допустим, пять индикаторов будете для себя просматривать для анализа, у вас будете, да, идти стабильно, вот как доктор пришел, продиагностировал. Мы пробовали это с вами делать, вот, и делаем два дня, вот, для этого и собираемся. Только иногда интуитивно делаем, а тут, в общем-то, все остается. Смотрите, эффективные сети, ну, а сейчас проверим, вы эффективны или нет. Давайте. Вы одного поля ягода? Пока нет, и одного поля ягода. То есть, вы не все... С разных полей. С разных полей. С разных полей. Они говорят, да такие мессенджеры, да себе бесполезно, они все одного поля ягода, они как у прута свое и делают, это весь мессенджер на собой. То есть, как в этом принцип, как идею поддерживаем уже все вместе, да, вот это, да, в самом деле. Ну, то есть, у вас нет такого, чтобы кто-то один вообще в другую сторону ушел и говорит, это антитарии. Не, надувает, почему вы не надувает, и надувает, и надувает, такие обсуждения. Ну, я считаю, что ни одного поля ягоды, потому что... А при этом, читай дальше. В этом поле ягода, при этом разнообразие важно. Вот, потому что без этого не ради основной сети. А, ну, и идеи. А я его специально не знала заговорить, потому что он это и хотел сказать, что нельзя, чтобы все были одинаковые, да, вот все вот мои, там, кубнички-земнички, дворазмеры, стандарты, так, солдатики оловенные. Тем не менее, вы все, конечно, общие вещи поддержите, общий фон, но у вас должно быть поле для того, чтобы, место, где рождается новая идея. Если вы не будете их давить, не давать просто это делать, не будет роста никакого. Спасибо, что сказали, что я... Мне было интересно, что я хотел сказать. Ну, потому что мне показалось, как будто бы... Ну, говори, говори. Я не знаю, насколько это может быть уже деталей, то есть у нас есть профессиональные НПО-шники, а есть непрофессиональные. А вот МХА в сети. Которые просто пришли что-то делать. И это отлично. А не все от того поля, когда они болеют экологией. Они все болеют под вопросами окружающей среды. А, вы себе, можно я спрашиваю, как вы их делите? Ну, я спрашиваю, ну, нет, как делятся, то есть, ну, это в смысле эти... Я понимаю, что время ограничено, я рассчитываю, что мы это только понимаем, да. Я единственное могу сказать, когда вчера вы сказали, вот у нас Светло говорит, мы, например, работаем как молодежная информационная сеть, да? И вы говорите, что мы работаем с правозащитными организациями, либо мы работаем с детскими организациями, да? А в это же время у нас работает профессор Галвичков, который занимается возглавляемой энергетикой, профессионально он, доктор, читает лекции, да? А мы все экофорумы. У нас женские организации. У нас есть там детские организации. В это время у нас есть там Махмут Калысбайль, да, женская сеть там, женская организация в Южном Казахстане, мужчины возглавляет. Ну, значит, у нас все разные. Ну, мы все одного поля ягода, а не в это экофорум. Это вот помощники, которые там занимаются экологией, волнуются об этом. Это на простом бытовом языке они нас так называют. Но внутренне приходится иметь возможность работать с людьми, которые пишут национальные стратегии, пишут национальные, я не знаю, там, отчеты и доклады. Света Могилю пишет докторскую диссертацию, у нас Таня Брагина профессор, да? То есть у нас вот такие люди в экофоруме есть. И есть дети, у нас есть вообще не имеющие, женские организации, не имеющие отношения к Икалы. Но они, им нравятся, мне нравятся общества этих, артагеров, у нас же это ветераны и пенсионеры, афганцы. То есть они все с нами, почему? Потому что им, у нас есть казачье войско. Вот в экофоруме у нас есть казачий атаман, вот у нас свое войско есть. А мне было интересно, почему они сказали, что всю жизнь казачество войско, они все защищают землю свою. Атаман сказал, они будут за эту реку биться, они будут за эту землю свою, где вот родная земля, где их хлеб выращивают, они будут за это биться. Знаешь, а почему я должна быть, нет, вы там не профессионалы, икологи, в общем, уходите, да? Но если они такие молодцы и хотят в экологии, ну пусть будут у нас на фотографии ездить, мы там, они в одеждах. Атаман, совет, мы там все фотографировались вместе. Они проявляют себя там. И вот это и есть одного поля ягода, который вот просто разделяет наши ценности. Каждый найдет себе там работу. Молодежь будет свое делать, дети свое. Женщины будут за здоровьем, и малыша беспокоятся, чтобы дети жили, пили чистую воду, да? Там, не жили в радиоактивных зонах, они будут свое добиваться. Почему бы и нет? Фермеры там работают, они тоже вошли в наши организации, потому что они не безразлично. Как же они с изменением климата будут адаптироваться, если такие вещи происходят? Да, вот то, что Руслан сказал, то, что вот, ну, мы как-то делим, да, или же выявляем, мы же помощники есть, опытные, опытные. Мне как бы могу сказать, что нет. Я говорю, профессиональный, это не опыт, это то, что источник дохода и не источник дохода. Вот это я имею в виду. А вы же все же не начинали, вот там, не сами, ну, профессиональные. Я хотела просто вернуть вас к первому слайду, помните? Я вам говорила, что, например, я являюсь членами, ну, как минимум, у сети, которые для меня сейчас очень ценные. Сети Ко-Форума, это разделяющие ценности, занимающиеся защитой окружающей среды в Казахстане, да? И там международные две сети, членами которых я являюсь, они все по экологии. Вот я там в них на глобальном уровне работаю. Но у меня есть еще одна сеть профессиональная, где я являюсь членом попечительского совета. Это профессиональная сеть аксельщиков. Это профессионалы, которые занимаются только, ну, будем говорить, усилением собственной профессиональной способности. Я бы вошла... Мне интересно было бы идти, допустим, там, в профессиональную сеть антиядерщиков. Для этого надо стать ядерщиком, чтобы с ними профессионально спорить. То есть, как бы, есть узкая специфика. Они, как ты говоришь, зарабатывают деньги и так далее. Если у вас внутри... Они к нам в Эко-Форум пришли, профессионалы, профессора, эксперты, да, они работают. Потому что, знаете, они мне как сказали? Все, мы не можем на своем уровне добиться никаких изменений. Давайте через Эко-Форум. Мне кажется, сейчас мы ушли вообще в другую сторону. Я готов продолжить это во время обеда. Тут просто подмена понятий. Я, к сожалению, пишу. Можно я тоже вспомню? Ну, я вот... Несмотря на время и так далее, да, то есть я считаю, что... Ну, потому что это одна из тем, которые мы вчера весь вечер говорили. У меня ощущение, что такой быстрый ответ двух людей, два или три человека, отреагируют, я просто не всех видел на то, что нет ни одного полия ягоды. Вот говорит о некотором кризисе идентичности. В прошлый раз про него рассказывал Карпов. Время, в этом смысле. Вот. А сейчас я вижу, что эта ситуация продолжается. И вопрос не в частностях, а вопрос в том, что... Что такое одного полия ягода? Мне на ум приходит пример из... Брак по-итальянски. Фильм Брак по-итальянски. Когда Марчелло Мастрияни приходит к... Соответственно, вот... Как я его зовут? Филовене, да? К Софиэре. Лорен, да? То есть он говорит, что... Филовене, Филовене, где я тебя взял? В этом смысле ты помнишь, ты хочешь быть моей женой? А я говорю, это... Она уже так устала, ему говорит, доу-ме. Ну, а, соответственно, она была из-за проститутка, да? То есть он ходил к ней и потом жил, да? С ней там какое-то время. То есть, кто-то не видел фильм, если... Посмотрите. Она ему отвечает, доу-ме. Доу-ме. Я была там, где бывал ты. Понимаете? Что ты хочешь от меня? В этом смысле, несмотря на него были деньги, ее социальный статус, она ему сказала, что, слушай, ну уже давай как-то разберемся, что мы одного поля. Вот эта иерархическая градация, которая у вас была и с солнышком в этом смысле, и с этими, она постоянно присутствует. Мне кажется, что это важнейший момент. Вот, да? Даже, например, вот момент разделения профессионально-непрофессионально. Так-то, так-то. То есть, как бы, что это всегда момент того, что мы ищем не объединение, а разделение. Кризис трехлетнего, один трехлетнего, второй пятилетнего возраста. Он бывает у людей не пройден. Понимаешь, да? То есть, доста лет. В этом смысле. Я думаю, что у нас, нет, ну правда, это, если он, как бы, спасибо. В этом смысле, то есть, я с Симонским и даже в этом смысле, нет, я просто говорю, это правильно. Я просто говорю, что, вот, здесь, когда мы ищем, не что нас объединяет, а что нас разделяет. Да? Это нам, говорят, нам помогает черный камень или золотой надельный крест или там, наоборот, в зависимости от того, какая ситуация. Надо понимать, что для нас сейчас важно в этой части, что нас объединяет, какой аспект. А то, что у нас там разные формы тел, органов и красоты, в этом смысле, интеллектуальный. Это, в новой идее сети. Это, пожалуйста, да. Но мне кажется, что здесь надо понимать. И вот, это одна из проблем, почему сайты, действия и все остальные вещи, они тоже не общие. Они все время, это Машина, это Пашина, это Дашина, это Сашина, да, это там, Рафката, Шафката, там, ну, понятно, да, то есть, Сайоры, ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, как бы, у нас каждый раз появляется за каждым действием мордочка, как бы, не реального человека, а различающийся в голове, понимаете? То есть, какой-то такой маленький чертик, который говорит, это не наше, в голове, понимаете, говорит, это не наше. А вот теперь вопрос, мы как раз говорим, а что говорит о том, что наше? Хорошо, извини, что я встал, просто... Я думаю, мы с тобой вместе ведем. Да, вместе, да, то есть, я просто попал... Я хотела просто к тому, что, ну, рассчитывая на то, что все-таки вы взрослые люди, да, вот, тем не менее, по тем молодежкам, что мы понимаем эти аллибурии все, да, мы понимаем, что если ваша сеть и это МЭС, то ваше поле это молодежно-экологическая сеть Центральной Азии. И вы там... В данном контексте, да, вообще... Я все хочу привести, вот, просто применительно к МЭС. То есть вы, вот в этом прославстве вашего поля, все ваши ягодки там разные, но вы все вот на этом поле МЭС-ЦА. Это ваше собственное поле, которое вы взращиваете, полите и лелеете. И там разнообразие, вы не оловянные солдатики. Мы не все можем, не может быть тысячу рустанов, там, тысячу динь, там, да, вот. А все разные и укажут свои идеи, и там есть взрастить эти идеи, вот. И помочь им вырасти. И это ваша история успеха будет. Не, ну и в принципе, если сеть из одинаковых субъектов, она, вот, в миг меньше развивается и... Ну, я говорю, не бывает оловянных солдатах, но мы уже жили 70 лет оловянными солдатиками, понимаете? Поэтому, вот, все одинаково одевали, все одинаково мыслили, у нас была одна и другая. В этом была сила. Но в то же время в ней была и проблема. Поэтому, как ты и говоришь, это вот неуспешно, да? Разное это хорошо. Мы даже, мы когда обсуждали, даже юридические условия, правовое поле для каждой страны другое. Даже в отношении финансов совсем другое. И это тоже отражает поле МЭС Центральной Азии. Да, я согласен, я просто извиняюсь, я согласен, что нужно искать общее, а не различное. Ну, различное, это ваша сила. Все, да. Да? Потому что то, что может у нас сделать Туркмении, да? Ну, мы иногда говорим, вот у меня раньше было, ну, почему вот Туркмены не анкеты, почему вот они не приехали? Да потому что у них так обстоят дела. Ну, почему у нас вот в Узбекистане так, вот они как в Казахстане, там 80 организаций, там это у нас только официально, а так их гораздо больше, да? Да потому что сейчас вот такая ситуация в Узбекистане. Вот такая ситуация в Узбекистане, да. К примеру, да. Я говорю, то есть, ну нельзя, если это, говорит, там плохие они или там неактивные они. Могут ли на Франс приехать, сказать, да они там еще ничего, что такое, у них 3 НПУ, у них нет демократии. Извини, да там может быть 5 организаций, но они могут такие сильные быть, они работают в этих условиях. Так то, вот, я считаю, легко жить, когда у вас есть хорошие условия, да? А другое дело, попробуй жить в стране, где ограничены эти все условия, при этом еще понимая, что тебе расти, карьеру строить в будущем, и быть активным, и не быть в это же время вот таким вот, знаешь, настолько ограниченным, что просто бояться жить и дышать. То есть мы в 5 странах, у нас ситуация разная. И мы понимать должны это. И это вот там рождается идея, там, которая рождается в Туркмении, пусть это будет та идея, которую надо вырастить, потому что там ничего другого не вырастет. Если пока только так можно работать в Узбекистане, давайте только так и работать и поддерживать. Если в Казахстане можно сделать больше, ну давайте делать в Казахстане больше. Потому что там пока у нас, слава богу, все нормально. То есть можно сделать много хороших дел. И если что-то можно сделать легче в Киргизии, надо сделать это в Киргизии. Это же ваше поле. То есть нельзя заставить или давить на то, что вот эта страна отвечает в эти два года. Вот так пусть это и идет. Но если туда нельзя денег возить, если там инку не могут реализовать гранты, ну зачем подставлять их? Значит, возьмите на себя ответственность. Пусть это будет общий проект, но пока возьмут и сделают ее финансово управлять. Будут это, допустим, в Киргизии или в Казахстане, потому что там у нас попроще. Но благодаря этому вы вытаскиваете ребят из тех стран, где это пока сложно. То есть вы будете в этом смысле понимать, серьезно это жизнь. Это не просто абстрактно кто-то сидит там в Ашхабаде или кто-то сидит там, я не знаю, в Ташкенте. Просто так легко нам, потому что вот я себя ловлю на мысль, что я часто всегда забываю, мне кажется, все хорошо, все легко, знаете. Трудности, нетрудности. Но реально я вижу, что это сложно. И мы должны это понимать. Смотрите, в устойчивых сетях имеется несколько взаимосвязей между двумя любыми узлами. Это вот тот принцип звездочки. У вас есть такие узлы? Ну какие, например, сейчас вы можете назвать? Узлы связи. Имеется в виду связь с чем, может быть, две точки связаны? В виде чего связь может быть? В виде интереса, общей интерес, общей действия. Общее действие, да. Действие, это нужно бы что-то вместе сделали. У вас сколько было за последних, ну вот за этот год, вы можете сказать, таких ярких связей? Ну последняя яркая связь это была, когда фотофлота, когда все, независимо от 5 стран, без любой поддержки, наверное, на чистом энтузиазме, провели и сделали. У нас было экологическое образование детей. Мы детям вели игры как-то чисто. А, другая? Ну у вас несколько так было, да, связей там? То есть, одна лидировала, а все остальные как бы... Идеи дали одни, а БИОМ и МЭС вели. А вот на уровне региональных 350 вот уже по уровню. Да, я хотел бы, что-то, конечно, независимо даже от того, что даже это было не в рамках МЭСа, но была крупная акция, которую все знают, я уверен, о компании 350, и я знаю, что Казахстан принимал участие в этом, Азбекистан, все принимали участие в уровне Туркменистана, просто организаторы этой компании не смогли дозвониться до Туркмена. Ну вот, значит, смотрите, вот мы сейчас говорим, что у вас все-таки уже появились под этой связи, и некоторые участники более заметны, чем другие. Есть такое? Нет. Ну, кто активнее, тот заметен. Да, то есть объятия, они важны для здоровья в сети. Если нет вот таких более заметных, более активных, они могут периодически меняться. Ну, как будет быть, человек вышел, я что-то организовала, и до следующего раза, да? Вот, если этого нету, всегда отещаете, или вообще никого нет, ну, непонятно, совсем все горизонтально, понимаешь, вот так вот, да. Высшие координаторы более заметны, правильно, национальные? Секретарят будут более заметны. Потом могут, координаторы, вот, например, не может у меда видеть другой яркий человек, становится заметным на поле, выходит, так рождается. Нет, у Глушкова вот приехал Павел, к примеру. И так появляются вот заметные фигуры, которые будут вносить свой вклад, и это замечательно. Давайте посмотрим теперь, как классификация идет. Вы можете смотреть по классификации. Общий интерес, участники, статус, членство и благополучание. То есть кому вообще от этой сети хорошо. Вот когда мы, я говорю о сети IPN, сеть, которую я говорю о оценщиках, вот мы ее себе так определили. У нас некоммерческая сеть, у нас участники просто люди, не НПО, индивидуальное членство, потому что это член, а оценщики сами. У нас статус неформальной сети, мы не регистрировали официально ее. У нас открытая членство, любой из вас может стать членом этой сети, это открыто. И благополучатели внутри сети. То есть оно только одним, мы не боремся за оценку во всем мире, ну такого ничего нету. Просто мы оценщики-профессионалы, у нас есть политический кодекс, если оценку проводят нечестно, там подкупаются донорами или кем-то там, надо сделать оценку, чтобы у меня потом свои проблемы решить, как бы завалить проект или программу. Это считается левый оценщик, и у нас есть другие политические вещи. Ну вот, давайте посмотрим МЭС-ЦА, общий интерес у вас коммерческий или некоммерческий? Нет, не коммерческий. Участники у вас кто? У вас как организация. Значит, вы на три идете, да? Значит, у вас идет первое. А-2, Б-3, статус Информальный. Да, значит, Б-2, Членство открытое, да, и благополучатели Три волненные. Три волненные, да, вот вы где-то на такой стадии сейчас. Вот в этой оси посмотрите, Эвал МЭКО, можете туда войти. И если вы в будущем хотите заниматься оценкой государственных программ, местных программ, оценкой донор, оценкой собственного проекта, понимать, как правильно организовывать оценки, вы можете в эти статьи членами этой профессиональной сети, это открыто, и получать там материалы, и, по крайней мере, у вас появится новая возможность делать работу, ну, на хорошем профессиональном уровне. Сносок нет? Нет, нет, нет. Я говорю. Ну, это, вот, по-другому я могу сказать, это еще, как бы, вы обладаете, обладаете новой технологией. Я почему пришла туда в сеть? Потому что мне пришлось проводить оценку там, что делает Атом Курн в Казахстане. Ну, естественно, они делают. Ты законно смотришь, и программы смотришь. А чтобы провести, какой эффект от этих программ и оценок, надо было мне правильно это организовать, потому что, чтобы выступить именно этот, кажется, там, министра не будет слушать просто эмоции. Мы там все платили, там, все, и все, и все. Пришлось вот проводить правильно эти вещи. Или у нас есть такая тема, как прозрачность бюджета, прозрачность компании. Да. Там тоже очень много надо было оценок проводить, и правильно проведение, правильные выборки. Тогда с вами никто не будет, ну, спорить. И трудом вы с вами спорите, потому что у вас сундаментально, хорошо поставленная методология, вы знаете, вы доказываете это, ну, спокойно. Это вот как бы мне помогло мою работу в экологии делать более правильно, и я ее применяю, оценка вот в экологии. Кроме оценки воздействия на окружающиеся люди, это совсем другое, конечно. Здесь вопрос возник, звучал. Кажется, человек может стать участником результата за заносов. То есть, да, со всеми годом. Это непормально. Там же нет коммерческой цели, и потом там никто никого не обслуживает. Там есть одна общая вещь, там выходил бюллетен, там есть материалы, там есть книжки, там есть сейчас книжка на сайте, называется методология проведения оценки. Вот такая простая книжка, да, и вы можете ее скачать, она доступна свободно, бесплатно. Писали ее там, ну, Гуру, будут быть, классики там, да. Мы ее выпустили в этом году, эту книжку, и писали там статьи Гуру, такие, это международная сеть, американская сеть оценщиков программ, Канадская сеть, они когда на эти конференции, мы сами едем за свой счет, я каждый год стараюсь ехать на, кстати, вот в следующем году, вот, будет здесь бюллетен, третяков будет проводить, и мы все туда съедемся. Пользуйтесь этим моментом, потому что обычно приезжают туда, ну, один, два, три, Гуру, которые делают это на высоком уровне оценки, они делают доклады, ведут воркшопы специально по одному дню, и вы можете там так вот окунуться в мир оценщиков, и там очень часто есть, которые вообще никогда еще оценки не проводили, первый раз вот пришли, только смотрят, а есть, которые книги уже написали, и есть, которые, на них смотришь как на боков, потому что это те, которые уже, ну, лет 20-30 раз оценивали. А вот будет, как всегда, к последней неделе сентября. У нас ежегодная конфлибиция, и у нас каждый раз проводится в других странах, принимающие страны. Я вот была в этом году в Киеве, и в следующем вот здесь в Тельгизии, в Мешкеке проводить, и в Джамиле я буду помогать, как они делают. Будет, может, Грузии, потом, то есть, ну, мы всегда, я знаю, что это будет, и я знаю, что это важно, например, и я знаю, что мне надо накопить денежку, на труд, поехать. То есть, вот, иногда люди на отпуск, а я вот на этой конференции иногда как-то присутствую, потому что это мой вклад, мой интерес там. Ну, можете статьи там писать, или получить эти материалы. Ну, вот все. Вот это вот, видите, в Мервал нет орки, вот здесь вот это их сайт. Посмотрите, вот у них, как-то все, если вам интересно, либо нет, посмотрите потом. Попечительский совет, педдиотеки, члены личных кабинетов, что-то в сеть, то же самое, ну, как у вас о сети, это все, что можно получить. Вот, ну, и новости здесь идут. Вот, видишь, принять программу, конкурс на проведение оценки программы поддержки гражданского сообщества «Диалог», прием заявок такого-то оценка это 10 декабря, текст объявления здесь. То есть, здесь надо выписывать, кто хочет, чтобы провели оценки, и я могу участвовать в этих конкурсах, и если выиграю, то получу деньги и поехать, чтобы провели оценки. Обычно я это не делаю. Поэтому я вам посетил то, что вот у меня есть. Я хотела просто, чтобы кроме вот теории, то, что вот мы давали, как-то больше нам из Центральной Азии совместить. В принципе, мне кажется, нормально, хоть у вас нет, у меня больше, наверное, ощущений появилось, насколько ваша сеть на какой стадии находится, и какова ситуация в ней. Может быть, у вас свое на это ведение ощущения, да? Но, тем не менее, мы понимаем, что сеть – это очень постоянная вещь. Она может существовать, даже если вы в ней уже будете активны или неактивны. Если вы основу заложите, все будет нормально. Дальше давайте, мы уже проговорили же анализ, и мы как бы про… Если вы хотите, мы посмотрим, сделаем вот этот аналитик у вашей сети, либо уже это не стоит делать. У нас в программе стоит… Я как бы вам показала лучшие практики молодежи в область опросиды. Мы уже проговорили с вами и сетевое объединение, и принципы и функционирование. Это то, что я вам сейчас как бы вот в своей лекции показала. А дальше у нас может быть идти обсуждение практик вот этой сетевой работы. Как у вас было технологии, как вы это все организовали, что с этого сработало, что нет. я буду как раз посмотреть, потому что мне кажется, что вот вопрос вообще идентификации, просто понимание, имеется в виду чипс, это понимание, что мы в виду чипс… А я вам не говорю, нам нужно делать анализ. У нас следующая сессия, это анализ, а вот теперь уже, как бы после вот такого вот третийсяк, если попробуйте ее прописать. Нужно ли вам будет… ну, я могу вытащить обратно и вот попробуйте, ну, как-то структурировать ваш анализ. То есть сейчас это будет на основе конкретных примеров… Да, посмотреть, какие вы на самом деле… Хорошо, хорошо. Сколько сейчас у нас есть примеров? То есть это не видим, может быть, презентации, но какие-то материалы, фотографии… и давайте по времени тоже укладывать. Сколько есть желающих? Что делать? Сказать о лучших практиках. Мы взяли… Я так понимаю, что берем одну практику лучше… Знаешь, вот анализ сети, анализ сети делает, на том, как уника, точнее, срабатывает. Берем конкретный пример, смотрим свои прогоняемки, которые выясняли. Заодно я надеюсь, что и всем остальным полезно ей как-то может быть принять там практику. Можно будет адаптировать отчет в практике. Это не отчет. Я не хочу вообще отчет. Нет, ребят, подожди. Нет, давайте вот так сделаем, что мы просто поделимся своими наработками, чтобы, например, если ваша акция, которая была в Казахстане, чтобы мы, если она действительно, она будет интересна. Ребята, нам нужно делать анализ практики сетевой работы. Вот практически, что вы сделали, как в сети, как сетевая работа шла. Не то, что там одна организация сама сделала и отчиталась в мессе, а то, что вы сделали вместе. И что было, ну, как опыть, как практика ваша? На региональном уровне была сделана только одна. Так, так. Вы мне уже как-то, как веюльтри рассказали? Нет, ну, к примеру, мы здесь не только о продуктах нашей семьи, но и вообще о ее функционировании, как мы работаем. Все ее прописать и показать, что из того, как вы работаете, что было сделано на уровне региона, как пример, который может, как технологию, потом дальше. Вот, по вот этим пунктам можно списать, обсудить каждый из этих вопросов. Это насколько я понимаю. Это только одна из этих вещей. Вот тут у нас есть, вот, смотрите, у нас есть три сущности. Можно сказать на примере. Да, я и хотела сказать это на конкретном примере. Вот, опишите сущность вашей сети, к примеру, да, вот у вас есть, кто у вас, что у вас, какие связи, что вы делаете, какие у вас ценности. Второе, что вам нужно будет сделать, вот анализы сети. Вот организация такая, история у вас. Вы уже проговорили, что у вас есть, чего у вас есть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok